Делали объездную дорогу с Керенского на Красную армию, состыковали новый асфальт со старым асфальтом, с ямами, и теперь люди ездят там. Вы понимаете, да? Владимир Александрович в прошлом году был контролером ремонта дорог в Октябрьском районе. Он напрямую общался с бригадирами подрядчиков и районной администрацией, считает, это было необходимо для того, чтобы во многих вопросах прийти к единому мнению и получить дороги высокого качества. Если вы сейчас посмотрите на Годенко, она имеет общий дизайн улицы, прекрасный дизайн. А было разношерстное оградки, ларьки. Начало было сложное, а потом оно вошло в жизненное русло так, как нужно было делать. Так оно и делалось. Мы никак не можем привыкнуть к тому, что нужно делать на 100%. 99,9% нас не устраивает. Все недочеты подрядчиков, будь то ремонт по ночам или укладка асфальта в дождь, общественники фиксировали и передавали в мэрию. Это помогло чиновникам следить за ремонтом на всем его притяжении. Все замечания подрядчики исправляли сразу же. В прошлом году их оказалось около 500, да и строителям не пришлось потом платить штрафы за свои же ошибки. Набор контролеров мэрия объявила и в этом году. Первая встреча пройдет в администрации города в этот четверг. Все желающие могут прийти, послушать. Там будут презентации, то есть какие объекты, на каких дорогах какие работы будут выполнены. И соответственно просто расскажут тем, кто первый раз, например, пришел, как строится эта работа. В этом году федерация выделила Красноярску 565 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт 20 дорог. Особое внимание уделят правобережной части. Самыми проблемными считается 14 улиц, в том числе Мичурина и Глинки. На пяти объектах отремонтируют только аварийные участки. Капитальный ремонт планируют сделать на Истынской. Так что работы у контролеров будет достаточно. Не исключено, что придется обратить внимание и на ремонт прошлых лет. Ходить по такой брусчатке на площади Революции как минимум неудобно. Всего таких нарушений в городе было выявлено около 100. Однако все эти участки находятся на гарантии. И в ближайшее время подрядчик обязуется устранить все нарушения за свой счет. К слову, торги на поиск новых подрядчиков уже объявлены. В этом году объектов меньше, поэтому и сроки сдачи дорог другие. Все работы строители должны будут завершить до конца лета. Евгений Шиповский, Алексей Егоров, Афонтова, Новости.